Значит, мы сейчас находимся в городе Инверкитин. Это город на подмостках великого, одного из самых красивых городов в мире... Эдинбурга. Короче, это город Инверкитин. Здесь находится железная дорожная станция. Железная дорожная станция, в которой мы сядем на наш поезд, который отвезет нас в один из самых красивых городов на планете... Эдинбург. Е. Свердюр. Я тут подловил пару местных наркоманов. Сейчас мы у них расспросим, какие у них... Какие у них это самое... Мысли по поводу того, что они едут в один из самых красивых городов на планете... Эдинбург. Так. Так, ребята. Мы сейчас едем в одну из самых красивых городов на планете. Так, как ты чувствуешь об этом? Ну, я чувствую, что ты знаешь... Да, я чувствую. Да, я чувствую. Молодец. Поехали. И once again... Мы в Шотландии. Это памятник Вальтера Скотта. За пять фунтов можно залезть на Вальтера Скотта. Приезжаешь ты такой домой. Ты что сделал в своей жизни? У тебя там спрашивают товарищи. Ты говоришь такой... Ну, не знаю. Я там дерево посадил. А я залез на Вальтера Скотта. А я залез на Вальтера Скотта. Внутри снимать нельзя. Ну, то есть, конечно, можно, но надо платить два фунта. Два фунта это восемьдесят кривер. Восемьдесят кривер, значит, это то, что поснимать не хочется, естественно. Но там красиво. Там реально красиво. И ощущение, как в Гарри Поттере. Мы об этом еще много говорили. Но скажем, что заходишь в Вальтер. Эти флаги, которые несутся с треслом. Золотой орел на кафедре у того, кто службу ведет и так дальше. Рояльский, между прочим. Органчик. Вот такой. Большой. Короче, красиво там. И вот, что мы еще узнали. Мы тогда говорили, что все пропитано духом Гарри Поттера. И что больше кажется, что он написан здесь, а не в Лондоне. И нам не давно открыли страшную тайну. Гарри Поттер написан в маленькой кафешке рядом с этим местом. Которую мы собираемся сегодня попросить. Лондоне и Лондоне. Любой. Есть еще такое местечко, прямо перед самым замком. здесь мастерская где делают ткани из которых традиционные традиционные костюмы шотландские такая клетчатая ткань ну как вот эта например наконец-то в наш третий приезд в Эдинбург мы наконец-то попробовали национальное шотландское блюдо хаггис это пиверный паштет в общем со всякими обощами его подают со специями соусом а также мы взяли четыре разных вида местного живого пива которое еще будет бродить у нас внутри сегодня остро страшно как будто мы опять в Корею вернулись такое острое опять вот это оно вот это оно есть одна вещь, которую я хочу сказать одна вещь, которую я должен ответственно заявить кстати, вспоминается сразу эти Мерфи когда батя своем позвонил и батя такой я не должен значит у меня сегодня выходной ну почти почти выходной и этот выход за это и вы за последние 7 месяцев это первый выход с чем я себя и поздравляю так о чем это я говорю короче, раз у меня выходной мне классно да 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 ура да а сейчас мы идем в кафе в котором Джоан Роулинг написала Гарри Поттера мало того она живет здесь в Эдинбурге живет неспроста тут все похоже тут на Гарри Поттера она тут живет она здесь его написала и теперь мы идем в кафе идем идем в дом давай приятное завершение дня мы нашли кафешку которую искали ну вот ну судя по всему фиг его знает писала она тут книгу или не писала судя по всему она как житель лица этого города писала эту книгу во многих кафешках и не только в этом видимо это одно из них с этим красивым литражиком который сзади вот но место очень влюбленное тут только что сидел папа и читал дочке книжечку и девушка сидит тоже поехали теперь у нас сомнений осталось теперь у нас сомнений не осталось мы увидели там личку и мы поняли что это именно то самое место где она что-то там писала сомнений собаки тут ходят еще одна кафешка одна из многочисленных кафешек в которой она писала свои рассказы называется она дом слонов это шотландский одна из достопримечательностей Шотландии это Грей Феррес Фраерс Бобби о нем знают все шотландцы нам рассказывали историю но мы если честно чуть-чуть подзабыли надо будет почитать в интернете посмотреть что за история но вот эта маленькая собачка это шотландский национальный сим в прошлые наши приезды в Эдинборо мы видели на вершине холма интересные строения похожие на короче такими-то колоннами какие-то башни что старинное но оно было так далеко что у нас никогда не было времени вот сейчас наконец-то есть время мы сюда пришли и тут какой-то гигантский парк и цветут какие-то кустики желтенькие и я подозреваю что это вереск но надо еще проверить и в общем такая погода приятная так хорошо как бы тут у нас вот вам еще панорамочка и 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